посмотрите какой милый подсвечник я купила недавно мне очень нравится знаете по тематику хэллоуина всем привет я саша и сегодня мы вместе с вами будем организовать мой новый телефон это iphone 15 pro и купила его ровно неделю назад и только сейчас у меня дошли руки все там организовать я просто тупо сбросила мой старый телефон то есть я не менял практически ничего кроме обоев это я выбрала практически первые попавшиеся я не организовываю никак приложение не чистила фотопленку не чистила вообще много чего что у меня было со старого телефона все-таки хочется начать новый телефон с нового листа и как-то его уютно и прикольно оформить под свой стиль так что если вам интересно как я эстетично буду оформлять свой телефон плюс расскажу о том что находится моем телефоне то обязательно оставайтесь со мной я уверена вам понравится я думаю нет в этом видео смысла подробно рассказывать о моем новом телефоне об его характеристиках потому что все это вы можете узнаете видео о том, как я покупала этот телефон, я там все рассказывала, показывала, с какого айфона перешла и так далее. В общем, если вам интересно, загляните. Сейчас я убрала чехол, потому что мне настолько нравится этот синий цвет, который по-разному смотрится с разных углов, с разным освещением. Без чехла, конечно же, он выглядит гораздо-гораздо интереснее, выигрышнее и так далее. На экране блокировки у меня стоят довольно-таки необычные обои. Мне кажется, что они очень красивые. Я не знаю вообще, что это, и это, по-моему, тематические обои от айфона 15 обычного. Давайте быстренько пройдемся по тому, какие приложения у меня скачаны. Вообще, я, как сказала, ничего не удаляла, все принеслось с прошлого телефона. Кстати, я хочу полностью поменять архитектуру, то есть передвинуть приложение, пересортировать папки. Я думаю, что это будет очень полезно. На первой странице у меня все примерно таким образом расположено. Здесь есть два виджета, которые, опять же-таки, один вообще не перенес, все у меня черный, я ходила так. Вот, здесь какие-то мои соцсети, там папка английский, папка фото, социальные сети. Я, знаете, как хочу сделать сегодня? Не оставлять всю страницу вот так заполненную, а оставлять снизу место пустое, ну, как-то так сделать, чтобы было немного минималистичнее. Возможно, что-то удалю с экрана, чтобы не мешало. Здесь у меня вот такой вот виджет с календарем. Зачем я так показываю, если вам видно, я не знаю. Какие-то тоже приложухи. Опять же-таки, папка фото и видео, хотя у меня уже есть такая папка. В общем, нужно это бы отправить. Папка с играми. Кстати, Клуб Романтики, не обращайте внимания, я в него не играла года два. Я его скачала сегодня, когда было скучно на паре. Тоже какие-то приложухи, просто как-то рандомно раскиданные. Вот, то есть, я их скачала, я их не составляла. И еще одна страница, можно сказать, по сути, со всяким хламом. Вот. Я также хочу скрыть какие-то страницы, кто не знал. Это можно сделать очень просто. Мы вот так вот зажимаем, заходим вот сюда снизу, и здесь мы можем убрать галочку с какой-либо страницы. Так вот, я хочу прям супер ненужные приложения, которыми, ну, вы знаете, я воспользуюсь в очень крайнем случае, которые мне просто нужны по умолчанию, я их хочу скинуть на отдельную страницу, которую я скрою. А в самом телефоне я оставлю всего два-три таких экрана, два-три рабочих стола. Ну, это не рабочий стол, в общем, две-три страницы с приложениями, которыми я непосредственно буду пользоваться. Наверное, логичнее будет начать именно с самого главного. Это, опять же-таки, реконструкции всего моего телефона, поэтому давайте начнем. И начнем мы, наверное, с самой последней страницы. На нее будем скидывать все ненужное постепенно сейчас. И будем удалять все приложения, которыми я не пользуюсь. И знаете, я сейчас сама для себя установлю такое правило. Если я не открывала это приложение в течение последнего месяца, то я его удаляю. Потому что использовать те мысли по типу «вот, я, наверное, когда-нибудь им воспользуюсь, я же его нашла, я его скачала». Зачем? Оно просто занимает место. Если у вас будет какая-то крайняя необходимость, вы его, конечно, скачайте. Но если вы им не пользуетесь, можно задуматься вообще, зачем оно есть, если я им не пользуюсь. Я вот сейчас нашла картинку в Пинтересте, может быть, мне сделать что-то типа этого. То есть все максимально просто и все раскидано по папкам. Я не знаю, будет ли мне удобно, так и нет. Потому что, например, какие-то базовые приложения, типа Телеграма, Ютуба, каких-то вот фотографий, часов, они у меня находятся просто в открытом доступе. Но, возможно, я попробую сделать как-то так. Итак, я, кажется, закончила с примерной организацией, что, когда и когда. То есть на первой странице я разместила побольше папок, а здесь у меня разместились два основных виджета. Как мне кажется, какие-то фотографии на первом экране будут излишними. Эти самые эстетичные виджеты, знаете, я как-то немножко перегорела этим. Какие-то часы и тому подобное. У меня календарь — это не функционально. Что я разместила, то, что мне правда нужно. Это моя активность, которая мерится с часов. Ну, смотрю, кружки закрыты, не закрыты и так далее. И также напоминания. Потому что я все в последнее время чаще ставлю напоминания на телефоне. Поэтому я думаю, что это будет полезная фишка. На второй странице у меня разместились все остальные приложения, которые мне не так нужны. На третьей, соответственно, приложения, которые мне вообще не нужны. И у меня из скольки шести страниц все отлично поместилось на трех страничках. И учитывая, что одну еще вскрою, у меня останется две страницы. Конечно, по мере того, как я сейчас все формировала, я чистила приложение. Но сейчас хочу очистить приложение отдельно вот в этих папочках. Именно на второй странице. Давайте смотреть. Хочу почистить эту папку «Шоппинг». Удалить какие-то приложения, которыми я точно не буду пользоваться в ближайшее время. И, скорее всего, никогда. Так, кажется, с организацией в целом телефона я закончила. Сейчас мы будем с вами выбирать обои. Плюс хочу выбрать виджеты на вторую страницу. Давайте сейчас зайдем в Пинтерест. Мне пока непривычно, где он находится, что он находится в отдельной папке. И посмотрим, какие тут есть обои. Опять же-таки, хотелось бы что-то не совсем типичное. Возможно, что-то розовенькое. Вот, кстати, красивые обои. Но это, опять же-таки, в том стиле, который я люблю. Прикольно, здесь есть всякие обои с лондоном, которые создают овоцы талии. Я тут случайно понаходила столько классных обоев. Ну, вот прям очень много. Я не знаю, у всех, конечно, разные вкусы. Но, по моему мнению, все, что вы даже сейчас видите на экране, это очень классно. Мне нравятся какие-то нарисованные обои, в которых, знаете, не просто тупо какая-то картинка с кепкой и с коктейлем, а вот, знаете, какая-то есть изюминка интересная, необычная. Я, честно, влюбилась в эти обои. Мне кажется, они как раз идеально подходят в осеннюю тематику. Ну, под осеннюю тематику это обои с Винни-Пухом. Посмотрите, как здесь много красивых. В общем, эти обои люди создают с помощью вот этого приложения. Называется Shuffles, по-моему, если я не ошибаюсь. Это принцип в том, что вы просто берете какие-то фотографии с Пинтереста и соединяете их вместе. Как вы видите, вот здесь можно посмотреть составляющие. И, собственно, вот такой результат у человека получился. Это мы сделаем на экран блокировки. Я решила на экран блокировки добавить три виджета. Кстати, цифры я сделала прозрачными. Посмотрим, насколько это будет удобно использовать. Здесь у меня виджет с погодой такой, ну, достаточно длинный, продольный. А виджет с зарядкой часов и плейлист мой с музыкой. У меня есть такая очень красивая фотография с речного вокзала. И мне кажется, она прикольно будет смотреться на экране домой. Давайте попробуем. Вот наш экран блокировки. Как по мне, получилось прям безумно мило. И экран домой. Мне тоже все очень нравится. Возможно, это не сильно сочетается. Но самое главное, что это нравится мне. И давайте здесь добавим какой-нибудь такой виджет продольный. Возможно, фотографии. Я бы хотела добавить фотографии моей собаки сюда. Для этого я захожу в приложение, в котором я обычно это делаю. Это приложение Widget Smith. И, наверное, добавим с вами маленький виджет. Здесь нажимаем Add Small Widget. И нажимаем, собственно, сюда на фото. И выбираем любое фото из галереи, которое вы только захотите. Я выбрала эту фотографию. Нажимаю Save. Теперь захожу сюда. Удерживаю. Плюсик. И здесь еще Widget Smith. Нажимаю Добавить виджет. И давайте его перетащим в самый низ. Вот куда-нибудь сюда. Еще раз удерживаем. И нажимаем Изменить виджет. Здесь находим наш виджет. Он был под номером 22. И готова. У нас есть такая фотография. Поэтому, я думаю, мы вполне удачно сейчас организовали мой телефон. Конечно, мне бы еще почистить фотографии. Я это сейчас начну делать вместе с вами. В самом деле, захламленность фотографий, это стало одной из моих самых главных проблем, в принципе, в телефоне. Потому что я снимаю ежедневно очень много фотографий себя, какой-то природы. Вообще, в целом, непрерывно снимаю все то, что меня окружает вокруг. Так как я блогер, мне нужно постоить в Телеграм и какие-то стульки выкладывать. В общем, блогеры поймут, каких-то фотографий жизни никогда не бывает мало. Соответственно, это все остается в моей фотопленке. И я не из тех людей, кто привыкла, знаете, вот день прошел, все, я чищу. Нет. День прошел, и я потом забыла на тысячу лет об этих фотографиях и не чищу их. Так что давайте перейдем хотя бы к прошлым выходным и очистим то, что там было. Потому что у меня, внимание, за неделю накопилось около 100 фотографий. Я считаю, что это неадекватно. И знаете, я еще слышала такое негласное правило, если у вас какие-то фотографии из галереи, которые вы потенциально хотите выложить, то выкладывайте, а потом уже удаляйте. Потому что если вы опять отложите их, скажете, я выложу когда-нибудь там в лучшие времена, то, поверьте, эти лучшие времена наступят не раньше, чем через месяц. Поэтому если у вас есть чем поделиться и если бы вы хотели где-то обновить фотографию, то прямо сейчас самое время. За, казалось бы, небольшой промежуток времени, не знаю, сколько прошло, буквально там 5 минут, я очистила 210 фотографий и 42 видоса. И это неплохо, то есть это то, что по сути лежало на поверхности и то, что я в любой момент могла удалить, но почему-то не удаляла. И таким образом после съемки этого ролика я продолжу чистить свой телефон. И я думаю, что на этом в целом все. Мы сегодня прекрасно организовали мой новый телефон и выдохнули в него жизнь, потому что раньше он выглядел как мой старый. И сейчас я вижу разницу и я вижу, что он стал, как мне кажется, более функциональным. Я, конечно, все это буду пробовать. Возможно, что-то немножко поменяю, поменяю местами, но в целом, мне кажется, все очень оптимально. И удобно также, я просто в восторге от моих обоев. Я знаю, что не все оценят, возможно, но мне очень нравится эта тема с Винни-Пухом. Прям, знаете, навеянная духом осени, какого-то уюта. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я достаточно-таки долго сейчас с вами оформляла свой телефон, даже не заметила, как пробежало время. Если вам понравилось это видео, мне будет приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь на мой канал и оставите любой комментарий внизу. Всем спасибо и всем пока! Увидимся с вами в следующих роликах!